Привет друзья! Привет мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень интересное блюдо. Это сладкая выпечка и называется она Уши Аммана. Для приготовления теста у меня есть домашний маргарин, яйца, соль, сахар и молоко. Масло, вернее маргарин, я смешиваю с сахаром и хорошенечко взбиваю. Отдельно, в другой чаше я смешиваю яйца, молоко и соль. Маргарин с сахаром взбился в легкую пену. Молоко и яйца я размешал. Теперь я добавляю одну треть муки на тихом хатутистомесе. Тесто мы замешиваем очень быстро, чтобы оно не затянулось. Треть муки перемешали, часть жидкости. Мука, жидкость, мука, жидкость, пока все не закончится. Тесто я очень быстро замесил в тисномесе. Оно получилось по консистенции, как хорошее песочное тесто. Я его округляю и ставлю в холодильник минимум на час, чтобы оно отдохнуло. А пока приготовим начинку. Начинка для печенья уши амана состоит из следующих компонентов. Это мак, чернослив, я использую вяленый, а не копченый, изюм, молоко, цедра лимона, немножко инвертного сахара, сиропа, который я делал, смотрите мои видео. Мак я слегка измельчу на кофемолке. Все это засыпаю в кастрюльку и увариваю, пока жидкость почти не выпарится. Тесто для сладкой выпечки уши амана хорошенечко отдохнуло в холодильнике, расслабилось. Я раскатал тесто толщиной 3-4 миллиметра и сделал просечкой круги диаметром 7 сантиметров. Чтобы не подпылять муку и не делать тесто более грубым, я использовал два пергаментных листа. Начинку я пробил блендером и теперь я делаю вот такие треугольные защипы. Духовка греется до температуры 180 градусов. Вот такие забавные треугольнички получаются у меня. Сладкие печеньки уши амана уже приготовились. Пока я собирался сделать дегустацию, мои любимые съели половину ушек амана. Но мне кое-что осталось, поэтому давайте пробовать. Они очень легкие. Тесто почти песочное. Тесто упругое, слегка рассыпчатое, но в то же время вот такое интересное, как будто бы с поджаренной корочкой. Прекрасно работает начинка из мака, чернослива и изюма. Здесь я вижу замечательный контраст текстур. Упругое твердое тесто, хрустящее, мягкая начинка, очень много маковой начинки, тесто чуть-чуть. Печенюшки получились очень диетические. Я их делал на основе домашнего маргарина по второму способу. Получилось все идеально, я очень доволен. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, что получилось у вас. Нажимайте на кнопочку подписаться на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место. Продолжение следует...